Если бы космос вместо вакуума был заполнен воздухом, мы бы смогли слышать звуки с Марса? Или других планет? Вообще, как бы это выглядело? Рассмотрим такой сценарий, что допустим неважно по каким причинам всё безвоздушное пространство космоса заполнилось воздухом, индотичным по составу земному, то есть примерно 78% азота, 20% кислорода и около 1% иных газов. Буквально за считанные часы всё живое на нашей планете было бы уничтожено. Почему? Из-за силы трения. Когда космический корабль входит в атмосферу, он испытывает сильное трение об атмосферу. По этой же причине мелкие метеориты практически никогда не долетают до поверхности Земли. Они попросту сгорают в атмосфере. Скорость движения Земли вокруг Солнца составляет примерно 30 км в секунду. Это намного превышает скорость, с которой космические корабли входят в атмосферу. В космосе заполнены воздухом. Земля начинает испытывать трение. И буквально за минуты поверхность Земли, обращенная в направлении движения по орбите, сильно разогреется. Обитателям той части Земли, которая в этот момент будет смотреть назад, в некотором смысле немного повезёт. По мере вращения Земли вокруг своей оси, в течение 24 часов, вся поверхность будет в огне. Впрочем, обратная сторона Земли станет непригодна для жизни не в течение 24 часов, а гораздо раньше. Наша планета будет притягивать к себе воздух из космоса, и атмосферное давление на Земле будет быстро расти. В короткий срок взросшее атмосферное давление раздавит всё живое на Земле. Вместе с давлением возрастёт и температура. Всё это в сочетании с трением сделает Землю крайне негостеприимной планетой. В межзвёздном пространстве воздух будет коллапсировать под собственной массой, и вероятно зажгутся новые неизвестные нам типы звёзд, состоящие преимущественно из азота и кислорода. Звёзды за короткий пасторномический меркам срок будут загораться повсюду. Если же всё представить, что в этом фантастическом сценарии каким-то образом всё вышеперечисленное не будет происходить, а все планеты будут двигаться по прежним орбитам, не испытывая трения и гравитационного влияния огромной массы воздуха, то всё равно мы бы не услышали звуки с Марса. А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментарии. А также не забывайте ставить лайк и подписываться на канал.